В биофизике Института биохимии Академии Наук Украинской СССР нам удалось обнаружить очень интересное явление. Это явление коллективного движения микроорганизмов в условиях градиента электромагнитного поля высокой частоты. В условиях градиента тех же самых миллиметровых волн. Это явление мы назвали радиотаксисом. Пока что это один из очень таких хороших способов детектировать и видеть сильное информационное влияние этого поля. Потому что все клетки коллективно начинают двигаться в одном определенном направлении. Если включить поле, вот уже в момент такого спокойного оседания клеток, включить генератор, то эти клетки начинают вести себя как толпа в панике. Они бегут, причем в неожиданном направлении. Даже при одной и той же частоте они могут в одном случае бежать вверх, например, в другом случае убегать наоборот вниз. Но что интересно, уже примерно через 7-10 минут наступает адаптация. То есть они привыкают к этому воздействию и выходят примерно на прежний уровень. И этот результат, вот как будто им дали такой удар бичом, потом оно все выравнивается. По-другому получается, если воздействуют люди. Ну вот это, по-моему, мое воздействие, которое вообще никакое. Нет, ну тут немножко оно поднимается все-таки. Да. Это средние, со средними экстрасенсорными способностями люди. Ну вот это те, которые действительно обладают... Да, это наша Валя, Валя Сергеенко. Ну вот это, как-то мне туда-то вот бурганы, я жорко. Ну, если вы настроили, то вы деньги делали. Да. Пока. А ты уже не в трубах держишь? Нет, я даже, как я уже чувствую, приближаются и не начинаются. Ну, начинаешь. Это нехорошо. Как нормально, я сейчас спрятаю. Все, следоточьтесь. Остановку так начали. Пятая, шестая, шестая, все, это скоро будет, да? Да. Ну, мы начали, Ярин Голович. Мы в резонанс вошли вот друг к другу. И теперь этим полем мы окутываем клетки. И расстояние такое вот, то есть в этом поле ощущение такое какое-то что-то плотное, густое, такое вязкое. И у меня в ладонях ощущается, как будто что-то вот бегает живое по всей ладони. Камашки. Да, и тепло, в руке ощущается тепло, даже в солнечном сплетении. И согревается все тело. Тоже опять жарко становится. Почувствовать тепло, реальное тепло, конечно, вы не можете. Но вот то, что между вами и ними есть обмен информацией, это бесспорно. Мы подали заявку на авторское свидетельство, которое так и называется, способ оценки экстраиндукторной способности. Ну, почему мы назвали экстраиндукторной? Потому что способность влиять на другие объекты биологические, это более индукция. Экстра сенс, сенсор это чувствительный. Значит, экстра сенсор это экстрачувствительный. А экстраиндукторный это экстравлияющий. Да, конечно. Я думаю, что можно, пожалуй, вот этот метод и положить в основу, так сказать, ну, тестирования, что ли, экстрасенсов. Потому что, действительно, мы испробовали многих людей в качестве потенциальных экстрасенсов. Вот. И у нас даже получилась такая шкала. Ну, прежде всего, сотрудников мы попробовали в своей лаборатории. Вот я, например, никак не могу воздействовать на клетки. Алена Игоревна немного может. Вот. Но, конечно, вот Валентина Федоровна Сергеенко, она действует исключительно. Вот по той шкале, которая у нас получилась, у неё воздействие равно 180 условных единиц. Субтитры создавал DimaTorzok